Дорогие братья и сестры, владимирцы, приближается праздник Рождества Пресвятой Владычицы Нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Еще на предвечном совете Святой Троицы после грехопадения наших прародителей Адама и Евы Господь решил возродить человечество, возвратить его в потерянный рай. И для этого были сказаны загадочные слова, что семя жены сотрет главу змеи. И все это мы узнали из Евангелия с пришествием на землю Господа и Спасителя всего человечества Иисуса Христа. Он родился на земле, как обычный человек, родился от Пресвятой Девы в пещере, потому что не нашлось мести в гостинице, и возрастал, как обычный человек, но был любим и Богом, и людьми, как сказано в Священном Писании. И, конечно, нас всех интересует, кто же эта Пресвятая Дева и почему именно она была избрана Господом для спасения всего человечества, каждого человека. Повествований мало о Пресвятой Богородице в Евангелии, несколько раз только упоминается, причем один раз говорится о том, что она пришла, стояла смиренно, пока он беседовал с людьми, и ему сказали, что «Матерь твоя пришла», Господь ответил, «Кто слушает мои слова и исполняет, тот мне и Матерь». То есть он свое служение о спасении человеческого рода ставил выше всего. И Богородица, упоминают евангелисты, она видела, что это необычный мальчик, что он может творить чудеса, и она, начиная от Архангела Гавриила, который благовестил ей о рождении сына, она все слагала в своем сердце, особенно когда праведный Симеон сказал, тебе оружие пройдет через душу, да откроется помышление многих сердец. Конечно, она понимала, что она служит великому таинству спасения человеческого рода, но всегда тихая и смиренная оставалась. И потом, когда на кресте Господь не думал о своих страданиях, а усыновил весь род человеческий в лице Иоанна Богослова, своей причистой матери, и потом у креста все ученики разбежались, она стояла, печальная, видя, что творит злоба человеческая. И потом она радовалась вместе со всеми апостолами воскресению Христову, Его вознесению на небо и сошествию Святого Духа, восприняла тоже эту силу благодати Святого Духа. И потом говорят, что апостолы специально всегда на трапезе она присутствовала, возглавляла апостольскую трапезу. И даже потом это вошло в традицию, когда после ее успения преславного, высшей славы Богоматери, когда она была вознесена вместе с телом на небо, то апостолы оставляли на трапезе место для нее и всегда говорили, Пресвятая Богородица, помогай нам. И Матерь Божия действительно им всем помогала. Очень многие подвижники, они были служителями Пресвятой Богородицы, всегда обращались к ней в молитвах. Мы знаем, что был Вселенский Собор, который один из семей, на котором было определено, что она не Христо родится, не просто она помазанника Божия родила, а она Богородица. И мы называем ее, что она именно Бога родила. Преподобный Симеон, новый богослов, говорит, что каждый христианин является тоже Богородицей, что у каждого христианина, когда происходит боговселение, то он как бы носит в себе Христа в своем сердце. Поэтому вот это значение Пресвятой Богородицы для всех нас, оно именно помогает нам осознать тайну нашего спасения, помогает осознать тайну преображения нашей личности. И обращаться к Богу святые отцы считали слишком герзновенно, поэтому они всегда на устах имели имя Пресвятой Богородицы, обращались к ней. В монастырях до сих пор сохраняется чин панагии, когда просфорумы специально заготавливаем в честь Пресвятой Богородицы, и после трапезы дробим ее и вкушаем. И поэтому те, кто прилежнее всего служит Пресвятой Богородицы, чаще обращаются к ней в молитву, те достигают успеха в духовной жизни. Северная Русь, московское государство, было основано святым князем Андреем Боголюбским, и он обустраивал Северную Русь. Он был законным князем Киевским, и когда убили его отца Юрия Долгорукого, он свою дружину привел сюда на Владимирсуздельские земли и забрал с собой икону из городца, икону, которая была при крещении поручена князю Владимиру, крестителю Руси. И говорят по преданию, что эта икона сама двинулась с места, и он ее привез сюда. Мы знаем, что она остановилась, вез он ее в Боголюбово, в свою резиденцию, но она остановилась во Владимире, и Матерь Божия захотела здесь пребывать. С той поры на Руси считается так, что где икона Владимирская Пресвятой Богородицы, там и столица. И вот она была в Киеве, была в Суздале, во Владимире, теперь находится в Москве, но говорят, во время войны она четыре года находилась в Новосибирске. Поэтому вот у нас несколько столиц, и мы считаем, что покровительство Пресвятой Богородицы как бы крестом осеняет всю русскую землю. Ну и, конечно, очень много икон Пресвятой Богородицы. Она являлась во многих селах, населенных пунктах, и поэтому мы добавляем к икону Пресвятой Богородицы и называем еще по месту ее явление. И многие люди удостоверились в помощи и покровительстве Пресвятой Богородицы. Когда русские войска шли на очередного супостата, посягающего на русскую землю, то всегда в полках была икона Пресвятой Богородицы. И мы знаем, что во время Великой Отечественной войны Матерь Божия помогала нам. И знаем, что когда русские войска воевали с Наполеоном, тоже икону Пресвятой Богородицы приносили войска, и все служили молебны, прикладывались. Ну и сейчас, слава Богу, возродились крестные ходы, которые тоже прославляют Матерь Божию. Не оскудевает вера так, как она оскудела на Западе, потому что многие наши русские люди, научаясь от духовно опытных людей-старцев, прославляют имя Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, Девы Марии. Субтитры создавал DimaTorzok